10 секунд remaining 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 10 секунд — бомбой. Ну что ж, пятые пики. Резерва у Alternate практически не осталось. Team Spirit же в свою очередь смогут думать и пикать почти 2 минуты. Ну, что не хватает им? Абадон, вот, кстати, Team Spirit думает, что Абадон это будет оффлейнер 100%. Никаких даже порывов на суппорта. Ну, может быть, они и правы. Может быть, так и будет. Хотя Абадон все-таки это, как правило, саппорт. Но те же Virtus.pro играя с Абадоном на том же саммите, ставили его в оффлейн, но это может быть какая-то дабла. Абадон плюс кто-то сложный. Вичи, доктор, Абадон таки оффлейновый. Да, просто соло в оффлейне. Ну... Тяжело ему там, кстати, будет. Вот что я могу сказать. Да, у него там есть щиты. Но когда на тебе, например, висит уже висит сон бейна, ты даже не успеешь повесить щит. Ты получишь еще стан венге и, скорее всего, тебя просто заковыряют. Втроем, тем более. Свинтер Виверной. А Виверна может элементарно в это время либо приключиться сюда на линию, к винге, либо облизывать своего мидера. Ну да, скорее всего, примерно так и будет. То есть, Бейн, Винга должны стоять на своей линии. Бейн будет бесконечно гонять Абадона. А Виверна будет типа роуминг. Хотя могут сделать и по-другому. Могут сделать Виверну с Вингой и Бейна роуминг, потому что Бейн роуминг, он круче, чем Виверна. У него больше МС, он вообще более сильный герой. В конце концов, у него есть стан, чтобы зацепить. Ну, сон, точнее, чтобы зацепить. Нужен мидер. Какой-то мидер. Посмотрим. Сайленсер. Это мид сайленсер, что ли? Второй раз сайленсера за сегодня берет Team Spirit. Напомню, что в первый раз у них получилось так, что на нем играл Флай и вышел в такого самый Керри в четвертого кора. В этот раз на него сразу же садится Айсберг. Вот. Ну что ж, у нас в этот раз героев разобрали моментально, быстро. Я последний раз представлю команд. Уже за сегодня у нас Альтернет против Team Spirit. Team Spirit у нас Afterlife будет играть на Doom'е. Айсберг будет играть в миде на Сайленсере. Габлак играет на Бейне. Рамзес играет на Avengerful Spirit. Always Wanna Fly играет на Виверне. Против них Team Alternate Ниша на Абадоне. Суприм играет на Эмберспирите. Экзотик Дир играет на Шэдоу Финде. Роберт G9 стендинит на Вичдокторе. И красавчик, он же, боже, как его по-нормальному хотел назвать все команды свои. Элисаж. Элисажник у парня. Вот он будет играть у нас на Ancient порешил. Ну, вообще-то, ты знаешь, назвался Красавчиком. Будешь Красавчиком. Не, но на прошлой карте он был Красавчиком. Он был. Он был просто Красавелла. Так, что здесь делает Абадон? Поставил Сентрю, так что Флай это, в принципе, увидел. Спрятался за елочку. И давай его избивать. В принципе, Абадон-то, он сильный очень на первом уровне. Тем более, у него, как бы, изначально ХП регенов два раза больше, чем у того же Флая, соответственно, он готов трейдиться вот так вот. У него дэмэджа на 20 больше. Он, если дает одну тычку, то это как две тычки от Флая почти. Тем более, Флай может и в щиток пройти, там. Ну, в любом случае, руны достанутся без файта или контеста. Здесь верхняя для Alternate, нижняя для... Прошу прощения, наоборот. Верхняя для Team Spirit, нижняя для Alternate. Да, в общем-то, это не суть. Важно, руны-то одинаковые. Так, точно. Ну что ж, Роберт Женайн здесь в миде выходит вместе с Exotic Deer'ом. Именно ему предстоит здесь помогать на первых парах своему мидеру. В это время Габлак здесь уже на, как бы, стандартной своей позиции стоит уже, помогая Айсбергу. Третью игру подряд. Так, разминают они очень сильно Дира. Наполучал он кучу дэмэджа. Напоминаем, что у него всего два напуленных танка. Соответственно, регена мало. Да, может быть, придется нести себе... А нет, уже Боттл летит, да. Очень был такой сейвовый закуп у него на Боттл, который... По-любому ты купишь Боттл, если, конечно, не умрешь прям сразу, но он справился с этой задачей, не умер. Хотя сейчас он близко, если что к смерти. ФБ. Вот это да. Вот это да. Но Айсберг тоже немножко огребает, но на развороте наваливает еще. Сейчас, похоже, умрет и Вичдоктор. Ну да. Не будет Ластворда, но Глайвы не промахиваются, а Дум подходит, собственно, убивает здесь Вичдоктора. Авторлайв зарабатывает фраг, второй левел он имеет. Его что, совсем прогнали с линии или он просто сразу сюда пришел? А он туда и не ходил. Он зашел в лес, съел там одного крипа и пошел в Гарг. Съедает Манга, дает Клэп и убивает еще раз СФ. Кстати, Авторлайв может даже не умереть. Не, не умрет, у него есть хилка. Не умрет, не умрет. Тем более, мало того, что у него есть хилка, еще работала земля, соответственно, ему как раз вот этого регена хватило, чтобы пережить этот дэмэдж. Наверху здесь стоит ниша против Флая и Рамзеса. Стоят они... Стоит он нагло, имеет два с половиной левела уже. Ну, правда, крипов особенно не добивает. Но по крипам здесь абсолютный чемпион Суприм. Как бы стоять вообще против никого на линии я слышал очень-очень легко. Но все равно двух крипов он уже пропустил, судя по всему. Ну, ладно, это, в общем-то, не страшно. Ставится пауза айсбергом. Без объяснения причин. Просто поставил паузу. Кстати, для онлайна как-то принято хотя бы говорить, что происходит. Ну, было бы приятно, да. Кстати говоря, шесть интеллекта своровать на второй минуте тоже приятно. Три ассиста у айсберга имеется, но это реально мало волнует, потому что шестин ты уже украл. Это для него вообще замечательный старт. Монопул побольше, дэмэджа с руки больше гораздо. Особенно на лайнинге против СФ это будет играть немаловажную роль. У СФ сейчас душ нет. 49 у него с руки дэмэджа против айсберговских 72. Я слышал, не по шансам. Да, тут вообще стоять невозможно. Ну, мы, конечно, знаем, что СФ со временем набирает, но это, ну, что он делает вообще сейчас? Ну, это нужно, чтобы кто-то делал ему стаки, чтобы потом ему дали на фармите стаки, чтобы он вообще смог сейчас мой левел получить. Тут у него пока, ну, дикие проблемы. Габлак, кстати, вообще одного уже оставил Сайленсера. Он подумал, что ему дали достаточный буст вначале. Уже приходят сюда, цепляют они нишу. У ниши только что взорвался щит, нового щита не будет. Просто с руки избивают нишу. Есть еще дэмэдж. И брейнсепом забирает Бэйн. Бэйн уже имеет 3-0-1 стату в начале третьей минуты. В это время там Дум, правда, умер. Он чуть не раскидал Соло, Суприма и Красавчика, но чуть ли. Красавчик. Не, Красавчика так не взять, извини меня. Я видел его дизраптора, я понимаю, что он может. Тангу не хочет Красавчик давать своему кэрри. Зажал. Ну вот сейчас Дум сюда вернется, а здесь такие побитые два пацана, что он тут сейчас их гонять начнет. Тем более у него еще есть Хадукин. Хадукин. Ну да, кстати, Хадукин. 125 урона, не забываем, очень много. Это, и если вдруг Красавчик подставится, земля, буквально два удара, ну, собственно, вот оно и происходит. Все, Красавчик здесь мертвый. Хадукин. Ну так, Тай Хадукин. Нет, он Бавильбонсович не убил. Бежит дальше, Афтерлайф психанул. Ярость берсерка погрался за Супримом. А у Суприма-то, на самом деле, был щиточек огненный. Там, правда, маны нет уже у Афтерлайфа, поэтому ему гораздо легче здесь сейчас отойти. Но поразминал он, конечно, очень сильно. Да знатно, знатно. Он вообще, вот тут не дает фармить, да блять теперь. Хотя у Суприма везет, ему подлетел Боттл, сейчас он берет еще и Хасту. И тут Афтерлайфу надо быть чуть аккуратнее, потому что если подойдешь ближе, можно и отклеиться. Не подходит. Афтерлайф здесь втроем поймали на верхней линии. Вот когда против него здесь трое, а не двое, то ему вообще жизни нет абсолютно никакой. Сетап, куча нюков, там элементарно минус армор вот второго левела уже, а это как бы четверочка, не забываем об этом. И Абадон уже получает кучу дэмэджа от рейткейка. Блин, я сейчас словил такой фейспаун, так на миде, экзотик дир, еще буквально два удара, умер бы. Я просто ловлю дичайший фейспаун. Ты посмотри на этого Вичдоктора, что он делает. Тут не заблочено никаким вардом ничего. Он поставил две синтрины, получал на все лицо себе ударов от петухов. И так и не сделал стак. Гений игры. Просто. Просто гений. Ну где-то кого-то психанул, бздык пошел, все там заблочено, надо короче дэвардить. И пошел дэвардить, пацан. И пошел дэвардить. И пошел дэвардить просто. И пошел, пошел. И все, и он теперь, видимо, не будет делать стаки, потому что, как бы, смысла-то нет. Там же заблочено. Да, товарищ? Да. Мощно. Ниша, кстати, ушел у себя с линии. А нет, он вернулся. Мне бы что-то показало, что он на миде делал только что. И говорите с ССФу. Братан, не могу ничем помочь. Там заблочено. У ССФа все очень печально. 13 на 1 против 32 на 16 у Сайленсера. Очень все хорошо у Сайленсера, в то время как Экзотик Дир и умер два раза, и вообще здесь самый... Очень-очень бедный, да. Просто не может. Нет ни ботинка, ничего нету. Ну, естественно, Сайленсер сейчас ему один в один вообще подойти не даст. Более того, Бэйн дает сон, и Экзотик Дир умирает. А нет, смотри, пока не умирает. Но сейчас умрет. А нет, не умрет, он себя... Зайвейдил последнюю тычку. Хорошо, Суприм приходит. Айсберг, ну, Айсберг немножко... Не, ну, это хорошо. Сейчас сыграли, Эльтернайт. Слушай, вот этот вот Вичдоктор, который разбудил своего ССФа, потом ССФ разбудил обратно Вичдоктора, уснул, зайвейдил тем самым Last World. Это было хорошо. Там, кстати, тем временем нишу забрали очередной раз, но то, что они потеряли своего мидера, это, конечно, совсем, наверное, не нравится команде Team Spirit. Ну, да. Но ниша тут, в принципе, 0-3-0 нафидил, но свою задачу он выполняет. У него есть левел, это главное. Абадон с быстрым уровнем, это очень опасный такой противник в драках. Так, ну что ж, у Айсберга особо пока ничего не появилось, поэтому, в принципе, рановато, чтобы что-то уже собранное, готовое получалось. Никаких быстрых стриков у нас не было. Разве что вот Doom Фейзы уже приобрел себе. Фейзы, Веноморб, щиточек, готов бегать. Быстрый, очень. Пичдоктор 4-го левела. На 4-м левеле, кстати, еще ничего не вкачал. Нишу здесь разминают. Так, есть ли у него 6-ой? Нет, еще 6-ого. И это очередной фраг для Рамзеса. Рамзес идет 1-0-2. Чувствует себя очень даже неплохо. ПТ и в Ревбенд. Скорее всего, это будет Акила полностью собранная уже очень-очень скоро. Да, она к нему уже летит. Ну, летит колечко для Квиллы. Тут хорошо разгоняется Венга. Очень мощная такая будет она, судя по всему. Не стоит фидить кэри таких вот агрессивных, типа Венги на линии. Потому что одно дело, ты нафидил антимага. Да, это типа неприятно, но ты все равно знаешь, он будет покупать Детлфури, он будет фармить еще 10 минут. А Венга, она особо фармить не будет. Она тебя пойдет убивать. Вот, кстати, у Ниши могут быть опять неприятности, но нет. Что-то в этот раз его решили не убивать, хотя он сладкая булочка уже. Но вот Габлак другого мнения, он говорит, даю тебе сон, братан, ты погибаешь здесь. Так, ну в это время тоже есть Роберт. Роберт кидает каски, очень хорошие каски по Габлака убрали, собственно, из драки. Шестой левел получил Ниша, как же, не вовремя. Хватило, да. И смотри, он идет дальше. Да, он сбежит. Не надо. Но сейчас закончится, то у него ульт, он умрет сейчас. Так, цепляют, еще одна тычка. О, Суприм! Что творит просто? Какие чайны, какой врыв. Но почему-то никто не хочет умирать. Нет, все-таки все умирают и флай. И Роберт еще заэвейдил сном или его в сон кинули в последнюю секунду. Зачем? В него там уже влетал, собственно, от Always One a Fly. Третий сплинтер бласт. Он должен был там умирать. Так, Суприм бежит. У него ни на что нет маны. И тут сейчас запрятал Always One a Fly, ну и по этому поводу будет жить. Да, выжил. Но Суприм хорошо ворвался, хорошо. Очень даже неплохо ворвался Суприм. В принципе, под него, собственно, вся эта драка поднастроилась. Да, там впитал кучу дэмэджа, настрадался Ниша. Но именно ради того, чтобы потом пришел его керри и схавал кучу денег с этих героев. Ну да, возможно, был такой план, именно потому Абадон и разворачивался, скорее всего. Другой вопрос, что, может быть, стоило бы чуть-чуть подальше отбежать, чтобы и Суприму было попроще цеплять людей. И был шанс, может быть, даже и выжить у Абадона. Ну, так или иначе, Суприм свое получил. И за счет него, его игры 2-0-2 и топ-1 по Нетворсу держатся еще Альтернейт. Хотя в остальном, конечно, все печально. Так, ну что же, у Айсберга здесь пока что ПТ, больше ничего нет. Только 0-талисманчик, Боттл есть, ДД у него сейчас активировано. Кстати, после вот этих вот начальных шести интеллекта на линии он ничего не заработал. 0-1-3, так, Дума поймали. Афтерлайв получает еще и ульт от Красавчика. Рассыпается здесь. Будет ли какое-то продолжение? Роберта попытались поймать. Такие кашечки неплохие залетели. Снизу наверх прыгают. В итоге минус Глобал, минус Дум. Никого не получилось забрать взамен. Суприм снова жив. Но Альтернейты грозаются. Дум думал, что он крут. Он там 6-го левела, 3-я земля. Думал, что его никак не сжечь. Но в то же время забыли они о том, что Ancient Operation оставляли некоторое время на отводах. Оставляли там одного на линии, пока Суприм там бегал. Соответственно, он быстро достаточно взял себе 6-й уже скоро 7-й левел и имеет ульт. А под ультом особо не погоришь, не порегенишь. Ну да, действительно. Так, Красавчика здесь. Куда лошара-то бежит. А, ну здесь LVS on a fly. Курсу потратил. Может быть и лишнее. Но с другой стороны, на вершину забрались. Или на вершину, да. Максимально быстро. Не давать время, собственно, сделать какой-нибудь ТП сюда. Там затянуть драку. Зачем вот эти вот страсти-мордасти, если можно просто потратить ультимейт и 100% заработать себе фраг. Плюс отжать тавер для того, чтобы вот Рамзес его добил. Ну да. Да более того, пока некуда экономить эти скиллы. И вряд ли эта курса пригодится вот в ближайшие там минуты. Хотя всякое может быть. Но можно просто ее подождать. Очень хорошо все у Рамзеса. Он еще и тавер забрал. У него почти топ-1 по Нетворцу. Лучше него только Айсберг, который просто людей убивал в миде. Ну да. Вообще по Нетворцу, если говорить, то стоит заметить, что очень хорошо себя чувствует вся команда вот Team Spirit. Два кора выше всех. Оффлейнер чувствует себя неплохо. И суппорты за счет кучи ассистов. У Бэйна мы видим так. На Бэйна, собственно, здесь прыгнули. Куча дэмэджа вошло в Бэйна. Бэйн здесь рассыпается. Дум пошел в нишу. Дум, куда ты идешь-то? Как же тебе больно. Почему в нишу? Да, Дум на Абадона. Ну, чтобы Абадон никого не лечил. Так, по экзотику Диру. Еще один Глейв. Да, это сразу мертвый Шэдоу Финд. Пошли они дальше. Роберт оцепляют. Должен быть еще один стан. Ну, Суприм мог бы и пойти подраться. Есть же Абадон, который будет тебя лечить и так далее. Но, видимо, не хотят уже они драться. Так, Суприм. У него есть на самом деле 14 стиков. Уже 15 стиков. Так, подожди. Айсберг, как он его... Ну, еще один. Да, ну, там 15 стиков. Он выпьет их вот сейчас и ух. Так, еще один Ластворд я имел в виду. Но достаточно слишком длинный кулдаун. Еще не откатился. Будь там еще один на Ластворд, и он бы умирал. Ну, да. В итоге троих забрали. Очень неплохо подрались. СФ в драке вообще сделал. Не сделал ничего. Умер в очередной раз. И это... Смотри, как он его просто сейчас будет... Нет, нет, нет. Все-таки решает отойти. Он слишком опасно. Он бы умер, если бы он сделал еще пару шагов вперед. Дум на Абадона. Это, на самом деле, не самая плохая такая штука. Потому что, если ты дашь дум кому-то, то Абадон начнет его лечить. Айсберг будут на миде убивать. О, Суприм. Как же хорошо играет этот Суприм. Но Айсберг тоже не промах. Если ты дашь кому-то дум, то Абадон начнет его лечить. И, скорее всего, не умрет этот человек. А Абадон, если ты дашь дум, то он никого не будет лечить. Все правильно, конечно. Да, это мне изначально показалось, что решение далеко не самое хорошее было принято. Но оказалось, что просто гораздо далеко идущий взгляд был у Дума, вот у Афтерлайфа, чем у меня. Он не искал мгновенной выгоды. Он работал на перспективу. Красавчик нашел здесь. Должен умирать. Мгновенно Афтерлайф. Хадукин промахивается ультом, но в то же время тоже сам уходит. Лошара, тем более, еще и здесь. И реген взял. Халява. Да что-то все-всем промазали. Да, и слишком сильно испугался. Наверное, здесь Рамзес. Мог он вообще без проблем убивать этого аппарейшна. Еще один удар делать и потом уходить. Он так смотрит, типа ИСФ вроде опасный. Но, блин, посмотреть на ИСФ... Так, Суприма, свап и тут же он уходит. Была попытка через, собственно, свап Дум взять Эмбер Спирита на нижней линии. Не получилось. Кстати, Дум взял уже себе барабаны. Соответственно, ауру в команде становится еще больше. Я хотел сказать о том, что Айсберг после вот той вот драки внизу удвоил свой бонус интеллекта. У него теперь 12. Родов Атос будет через 1600. К нему уже летит Родов Атос. А, уже летит? Да, у него уже был один став давно. И вот сейчас он купил второй став. Слушай, ну это очень неприятно настолько рано, когда, знаешь, вот в того же СФ. Да, ты знаешь, на этого СФ вообще можно, по-моему, внимания не обращать пока что. Не надо только давать ему фармить. А так он в драке рассыпется просто от АОЕ, которая вокруг летает с его там 800 хп. Вообще, утилитий для того, чтобы драться, у Team Spirit очень много. Есть свап для сейва или для инициации. Есть два ульта, которые пробивают БКБ, плюс один ульт, чтобы заткнуть какого-нибудь, кто там может подсейвить, того же Абаддона, как мы говорили в прошлой драке. Драка выглядит именно отлично у Spirit. У Alternate, возможно, чуть-чуть лучше потенциал на ультралейт в виде Беррспирита и СФ, но в мидгейме они должны проигрывать любые столкновения 5 на 5. Ну да, многое зависит, на самом деле, от позиции, от того, кто как что начал. Но с той доминацией, что есть сейчас, у Spirit, конечно, они вряд ли что-то проиграют. И знают они даже, что сейчас забирают Рошана спириты, Alternate знает, и просто не отдают, точнее, не контестят. Понимают, что он этого не стоит. Нет, попробуют, попробуют, возможно. Так, красавчик идет вперед. Айсберг дает глобал. Красавчик! Это плюс еще два интеллекта. Это просто халявные еще два интеллекта для него. За счет глобала, ну, потратили глобал, ну, ничего страшного. Зато они обезопасили себя от возможной проигрышной драки после попадания, вот, собственно, ультра-аппарата по троим. И сделали еще один фраг. Все приятно, все хорошо, все вкусно. Да более того, уже забираются ТВРа. Я уверен, просто, зная спиритов и габлака, что они просто пойдут сейчас дальше. Никуда они не будут не тпаться, ничего. Дефить. Просто идем дальше. И на самом деле они чуть ли могут не на рампу заезжать. У Флая за счет вот этих ранних ассистов есть Глиммер. Второй Глиммер еще собирает Бэйн. Вот. Сейвов будет куча у команды. Афтерлайв для них сейчас танкует у него из барабаны. И да, как ты и сказал, на рампу в это время там пытались, собственно, что-то сплитить на топе. Алтернейт потратили время, но в толком ничего не сделали. Ну что ж, выбили фортификейшн и отойдут? Да. Ой, Суприм, что ж ты творишь? Молодой, горячий. Ну, я думаю, что, скорее всего, проще отойти сейчас. Спиритом они сделали все, что нужно было. И забрали два тавра, они разбили на глиф. Теперь можно дофармить на думе Владмир для еще одной ауры. Докупить семь предметов и спокойно смещаться вниз, там тавр забирать. А тут смог. Красавчик идет впереди планеты всей. Говорят, я сейчас все сделаю. Так, ну думай они найдут. Ну думай уже горит, фиксируют его. Есть. Ульт-аппарата попадает. Ну, авторлайв здесь должен заканчиваться очень быстро. Погоня за габлаком. Удастся ли его зацепить? Фисты есть, чайны есть. Флая цепляют. Двоих может даже цепануть. В итоге не цепляет никого. Попал по таймингу чейнами. Эх, молодой. Хотя, что там попадать, казалось бы, просто две кнопки надо нажать подряд. Но, в любом случае, если бы он даже кого-либо поймал, я думаю, ничем бы хорошим это бы не кончилось для альтернейт. Все остальные команды были слишком далеко. Бэйн бы успел отхилиться, Виверна бы успела взлететь. И в итоге еще и на развороте бы наполучали. Так что это им, возможно, в плюс, что Суприм не попал. Айсберг еще и Форстаф теперь имеет. С клика куплен, осталось только принести. Так, Суприма ловят. Не достал. Флай, если бы он включил на самом деле Арктик Берн раньше, то достал бы ультимейтом Эмбера. Но не получилось. Ну да. Просто не увидел его за елочкой. Так бывает. А за один ульт они, в принципе, его убили. Ой, они его бы убили за полу. Есть еще и страховочный глобал. Да, да там вообще никаких проблем. Айсберг сейчас убьет его без проблем. Аегис есть, куча аур есть. Еще и вот есть Огр Фростмейдж, который сейчас раскидывает армор на Афтерлайфа. Вот на Лошаре уже висит. Еще на Айсберга хорошо бы кинуть. Полезно будет. В это время пытаются размениваться. Алтернет через мид. Но, пацаны, вам же сейчас на Т3 пойдут просто. Да, у вас глифтоняет, друзья. Так что нужно уже срочно тупаться. И как-то встречать противника. Потому что если противник с кучей крипов зайдет на рампу, займет позиции, будет тяжело. Тем более, что есть такой свап. Нишу поймали. Ой, как тут нишу избивают. Лечат его, лечат, лечат. Но ниша, наверное, убежит. Ниша убежит. В итоге как-то, знаешь, тратить вот дум в Абадона, который не будет драться, это нехорошо. Это достаточно странная история. Тем более, еще и глобал сверху. Вот это уж правда такая себе вещь. Вообще, они могли бы свапнуть Абадона, просто побить, выбить из него ультимейт и больше ничего не кастить. И было бы норм, пожалуй. Ну и еще один Смоук, собственно, второй раз Альтернейт после вот такой вот, знаешь, огрызки на их базу, пытаются догнать противника, хоть что-то выбить. Ну, СФ сыграл как батька. Он дал два кайла из Инвиза, из Смока и просто поняли это, Альтернейт. Прекрасно, да. Там даже думали... Точнее, да, теперь это все поняли и убежали на барабане. Вот-вот, я же говорю, даже барабан прожал. Но Суприм, он вышел из Смока и развернулся, он испугался. Пошел вперед. На самом деле, уже далеко не самая хорошая для них позиция. Вся команда здесь. Спирит, если есть чем ловить, очень нужен флайдаггер. Очень нужен здесь флайдаггер. Айсберг может только себя толкать в это время. Не может он, собственно, толкнуть Виверну. Не хватает элементарно Форстафов Ранжа и так далее. Суприм, кстати, до Баттл Фьюри еще 1400. С Энжи Мьяша появляется... Ну, немного, на самом деле. То есть у Суприма все очень даже нормально, особенно по такой-то тяжелой игре. Баттл Фьюри Мирутик 25-ый, учитывая, что есть Трвала, Аквила, Боттл Стик. Так, Суприм, Afterlife, на самом деле, только что очень сильно провтыкал. Он видел Эмбер Спирита, не дал дум. А в то время была, знаешь, Always Wanna Fly тоже был здесь и Айсберг тоже был недалеко. Они бы Спирита убили. Сэнжин Яши появляется вот сразу после, собственно, собранной Саи на СФ. Рамзес тоже добирает Сэнжин Яшу. Мув спида будет больше, атаки будет больше, жира будет чуть-чуть больше. Ну, слушай, если я приподнялся, я смотрю, Панатворс уже в топах. Да, третье место, собственно, первый в своей команде. Ну, он немного уступает, то есть тут нет какого-то дикого перефарма. Фактически можно сказать, что у него одинаковый Нетворс там с вражеским мидером и кэри. Учитывая то очень плохое начало, это он молодец. Ну и вообще, на самом деле, сверю на графике, альтернеты держатся достаточно уверены. Они зафиксировали преимущество, собственно, на Тим Спирит дошло в один момент до 7 тысяч. И, казалось бы, готова была обвалиться еще дальше, но альтернеты зафиксировали его в этой точке и начали даже отыгрываться по экспе. У Шэдоу Финда все хорошо. После тех трех смертей на... двух смертей на линии, плюс еще одной потом вот здесь вот в драке, он не умирал. А Эмбер Спирит за игру не умирал вообще еще ни разу. То есть все остальные смерти, это исключительно на суппортах и ниша. Ниша фиданул пять раз. Ну, 7-12 вообще счет такой, так скажем, боевой и можно сказать, что никто тут особо не фидит. Ниша в основном фидил на линии, он все-таки хардленер, там это позволительно. Дальше он тоже старается отыгрывать нормально. Но я не знаю, на месте Спиритов я бы не тянул это в какой-то глубокий лейт. Да, да, они здесь проиграют, возможно, потенциально. У них есть вот эти ульты, которые будут актуальны и проходить сквозь БКБ всю игру. Там они смогут ловить того же Эмбер Спирита, убивать его, но вы еще ни разу до него не дошли просто элементарно. Вам нужны блинки, вам нужна инициация или вам надо просто идти в пятером? Ну да, в лейте очень опасно, просто да, все это работает, все эти ультимейты сквозь БКБ, но мы же знаем Эмбер Спирита. В какой-то шальной драке дают фисты, что-то два карита вылетело, два героя умерло и уже ничего хорошего от этой игры не ожидай. Ну и стянулось трое игроков сюда. На самом деле, если прочитают, что их там только трое, а они читают, они видят еще двух. Видно, тут даже читать ничего не надо, потому что один герой в миде, один только что снизу кого-то убивал. Выходит Роберт, закидывает фласочки, баночки точнее. Так и Суприм, Флай его может поймать сейчас, Суприм. А там есть Глобал, а вот и Глобал, и Суприм. Суприма надо убивать, Суприма надо убивать, отлично. Экзотик Дира тоже надо убивать, просто руками избивает, попадает ультаппарата, я не вижу по кому. Здесь в это время уже пришел и Габлак, и в это время подтянулся еще и Афтерлайф. Вот теперь они готовы драться, все в их руках, двое уже мертвое. Ниша в ульте, за ним погнались дальше. Габлака надо форстафом кинуть вперед, чтобы он... А, достал все-таки Слипом. Слип тут же спадает. Ну что ж, Нишу осталось только догнать. Догонят, убьют. Ультаппарата, кстати, действительно улетел непонятно куда. Оп, заденавил себя. Совершенно не знаю, куда улетел ультаппарата, если бы он его остановил где нужно, могло пойти чуть получше в этой драке у них. По крайней мере, какой-то размен могли бы дать. Но проблема становится очевидной, пока нету Гуарден Грифсу Абадона. Ультаппарат неплохой. Пока нету Гуарден Грифсу Абадона, чтобы сбивать с себя Сайленс сразу после того, как он кидается от Сайленсера. Абадон просто ничего не может в этой игре. Я не понял, что только что так испугался Рамзес. По нему там дали каску по одному. Вообще без никого другого. Он мог заткнуть этого Вич Доктора и просто с руки его расстрелять. Ну что ж. Маякуют на миличной бараке. И в итоге даже их не забирают и уходят. Ловят айсберг. У него там есть глимеры, есть форстафчики. Вот особо ничего не боится. Но немножко аккуратно играют спириты. Не пытаются они закончить здесь и сейчас. Хотя могли наверное. Но лучше конечно сыграть на верочку. Отойти. Еще постфармить. Плюс подождать главное глобала. Глобал конечно делает огромную работу. До глобала всего на самом деле 20 секунд. Затяжные у нас здесь драки. Затяжные подходы. То есть все не слишком динамично. 7-15 всего лишь счет по киллам. И поэтому глобал готов практически каждый раз, когда они готовы драться. Арашан тоже уже есть. И будут его забирать тим спириты. Параллельно кстати. БКБ появилось у Айсберга. Айсберга хороший какой залетает Порошану. И если бы были Альтернеи сейчас как-то в позиции. Могли бы они сейчас жестко подраться здесь под такой ульт аппарата. Но они не в позиции и драки не будет. Айсберга берет себе собственно Аэгис. Летит ему БКБ. Красавчик. Я просто смотрел на красавчика. Смотрел на красавчика 7 минут назад. У него было 2000 голды. Сейчас у него 1900 голды. Он ничего не покупает. Ни Медас. Ни части Аганима. Он просто ходит с ними. Надо было купить Медас, когда были деньги называется. Потом варды, смерти, все дела. И денег не получилось. Сдвинулись кстати с этой точки по графикам. Мы говорили, что зафиксировали там ее Альтернет. Даже некоторое время переворачивали график в свою сторону. Но потом серия фрагов. Тавр, Рошан и теперь уже 12 тысяч ведут Team Spirit. По экспе разница не такая большая. Всего 5000, но тоже в их пользу. Ну да. Да тут все хорошо. У Spirit, конечно, нет никаких вопросов. Единственная возможность. Так, Supreme на миде. Но он просто умер. Так хорошо, играл Supreme вроде долгое время в этой игре. Но потом как-то... Не ошибался, не ошибался. Но мы знаем, что все эти... Красавчик и щиток. Что? Ты видишь, его просто не замечают даже. Так, нишу здесь подтягивается. В это время через низ уже идет флай. Даггер тоже здесь. Его цепляют. Будет ли потрачен ульт? Потрачен ульт, чтобы просто остановить ему ТП. Айсберг идет. Атос есть. Просто с руки его будут убивать. СФ. Еще плюс 2 интеллекта. 20 в сумме. Минус 4. Мне кажется, это будет сторона. Да, есть байбеки. Есть байбек у трех, на самом деле, персонажей. Альтернейт. Не хватает только байбека на аппарате. В принципе, он и не нужен. Ну, не знаю. ГГ. Да. Красавчик. 1800 голды так и закончил. Я следил за его деньгами. То есть, он так ничего и не купил. Ну, просто красавчик. Так, ну что ж, Best of 3 у нас сегодняшняя европейская подходит к концу. Team Spirit, которых раскатали, казалось бы, в первой карте вообще абсолютно по полу, возвращается во второй затяжной и вообще в салат выигрывает третью. На этом, на самом деле, МДЛ для нас с вами на сегодня не заканчивается. Он заканчивается для нас с Ярославом. Но сегодня нас еще ждут два Best of 3. Это R2 Gaming против Power of Friendship и Team Arcom против Elite Wolves. Если на первую вам может быть и все равно, то ради второй можно было бы и не спать, если вы и так планировали это делать. Это все сейчас уже идет на МДЛ RU Hub 2. Но после первой же карты, если не ошибаюсь, парни переместятся на этот канал. Как тебе сегодняшние игры, Ярик? Ну, ты знаешь, не знаю, двойственное впечатление оставила первая игра. То ли не хотели Spirit выигрывать, то ли не желали. Но, в общем, по этому делу, что они были намного сильнее и, в принципе, показали этот Alternate. Меня немножко разочаровали. Я от них большего ждал. Этот красавчик, ну, это, блин, как-то отдельный разговор. Просто красавчик. Он играет на саппортах, но он не хочет тратить деньги. Возможно, он надеется, знаешь, пропулить как-то своего кэри, подарить ему артефакты. Но так нельзя сделать в доте. Поэтому от Alternate, наверное, многого ждать мы не будем. А за Spirit мы еще будем следить. Смотри, кстати, интересный факт, что Team Spirit и Team Alternate, победитель этой пары, выходит на победитель Virtus.pro Stark. То есть мы будем надеяться, что это будет Virtus.pro. Так что этим коллективам предстоит, знаешь, с гораздо большим братом СНГшным побороться уже на следующей карте. Ну, думаю, что будет им очень тяжело. Если, конечно, Team Start не совершат суперсенсацию, что в онлайне иногда имеет место быть. Но это будет еще не скоро. Да, это будет еще не скоро. Там будет интересная игра. Там будет интересная. Тем более система проведения сразу же Double Elimination. Так что даже те же Team Alternate, которые сегодня проиграли, еще могут попадаться в нижней сетке. В Best of 3 там сразу раунд. Там нету всяких рулеток Best of 1. Вся система MDL квалификации играется по Best of 3 раундам, кроме Китайской лиги. Ну, а мы с вами на сегодня прощаемся. Завтра будут снова европейские квалификации. Завтра будут уже другие игры. Кто для них комментировать их для вас будет, мы пока еще не уверены. С вами был Ruhab, с вами был NoPoint, Ярослав. Спокойной ночи. Пока. Всем пока, друзья.